все тут очень классно наговорил вам вроде бы вы со всем этим согласны это все очевидно это все понятно но я не сказал самое главное дает толчок о чем мы будем говорить мы приводили в порядок подсознание понимать что делать сознание то нужно осознавать во первых то что было проработано концепт что вы новая страхи относительно куда бежать и появилась вот эта внутренняя ярость ведьмы избавились от чувства вины прошлого это все вытащено на сознание теперь что с этим делать вот тут кажется нужно опять взяться и бежать на самом деле есть один момент вот эти вещи которые проработали они уже создают базовую основу для личной силы ведьмы ведь мы уже на этом этапе становится опасно не только для себя но и для окружающих потому что с этим осознанием держать его внутри это очень сложно это трудный момент ведьме назревает эта энергетика которую не могут не заметить окружающие это будут вопросы что с тобой произошло что изменилось я вам больше скажу вы даже где-то внешне начнете меняться вы как будто вот лицо изменилось взгляд изменился вас некоторые начнут бояться и может даже самые близкие некоторые начнут избегать никто при вас врать уже не смогут а знаете почему потому что самое главное это то что вы начнете говорить себе правду вы впервые за всю свою жизнь впервые начинайте говорить себе правду и в эту правду видите в других это правда видна в других людях и вы с этим не знаете даже что делать это происходит как как-то само собой ваше поле попадает человек который к эзотерике вообще отношения не имеет он пытается из вежливости с вами начинать говорить о тех вещах которыми вы живете которыми вы дышите и вы даже странно удивляетесь в этому человеку ничего не рассказывали в этому человеку не говорили что вы там где-то что-то занимаетесь что-то практикуете ли еще что-то они начинают говорить правду более того они начинают говорить правду о себе вы задаете вопрос а зачем ты мне это говоришь ну ему даже с чем-то мне это говоришь он не сможет вам ответить не задавайте эти вопросы вы их убиваете тем вопросом почему потому что энергетика и поле которое вы излучаете на данный момент вас появляется определенная смелость относительно будущего вас нет страха вы себя ощущаете другой и новый даже в какой-то степени ощущаете себя в некотором смысле как вот отделенные от всего этого и в определенном смысле это и есть это правда вот эта энергетика она сшибает окружение это окружение начинает как бы сходить с ума в вашем поле говоря вам правду более того когда не уходит не душа и наговорил почему я это наговорил начинает как бы сходить с ума и понимать почему я говорю ей правду почему я вообще с ней об этом говорю, а буяет страх, они не могут объяснить. Они начинают прятаться, а некоторые начинают ненавидеть. На этот момент можете удивиться этой ненависти, удивиться странному поведению окружающих. Более того, вы начинаете замечать, что когда вы ходите в магазин или на рынок, может быть такая ситуация, что перед вами стоит мужчина, на него продавщица, что он недовольный, что он надо, а с вами вежливо отберет вам что-то, или наоборот, совершенно контрастное, вам подсунет какое-то гнилье. Вдруг начинают выходить на вас те люди, которые вообще они вам нафиг не нужны, но они начинают или изливать душу, или начинают вам говорить какие-то странности, или ведут себя вообще странно. Вы начинаете чувствовать запахи людей, вы начинаете чувствовать их страх на уровне запаха, вы начинаете видеть в их поведении совершенно другое, неадекватное, то, что раньше вы не замечали. На работе вас или стараются привлечь, загрузить, завязать, нагрузить так, чтобы еще больше было, не ощущают просто, что вы сильнее, и вам хотят что-то добавить, навалить и так далее. Или, наоборот, от вас хотят избавиться. Но ничего не получается, и это приводит их к определенным поведениям, которые можно называть, опять же, странным. О чем это говорит? О том, что ваша энергетика уже на этом этапе перестраивается. Она уже начала перестраиваться с момента, когда вы сказали, да, я принимаю, что я ведьма, да, я признаю себя такой, какая есть, я забираю этот ресурс обратно, я хочу перестроить свою жизнь. Но если вы мудры, и вы не делаете резких движений, то наступает момент, когда с этим что-то все-таки нужно делать. На самом деле, пространство вокруг вас выстраивается автоматически, и ему нужно помочь. Почему? Потому что оно выстраивается медленно. А вам нужно помочь выстроить это пространство вокруг себя. Каким образом? Первое, в следующем шаге, это ваши мысли и ваши ожидания от кого-то. На самом деле, здесь есть одно противоречие, потому что вы новая, создаете определенную мыслеформу, но тут же, по старой привычке, можете эту мыслеформу дать ей противоречие. Иными словами, вы создаете определенный конфликт вашей мысли и ваших действий, требований к окружающим. Почему это происходит? Почему это немножко как бы не стыкуется, не сообразуется с тем, что происходит? Почему происходит противоречие? Потому что привычка мыслить, говорить, остается прежней. Вы должны просто для себя принять самую важную вещь, что отныне каждая ваша мысль создает вашу реальность. Не то, что вы говорите, как надо поступать окружению, а то, что вы думаете. Как надо. Потому что вам достаточно подумать и набраться терпения, это произойдет так, как оно должно быть. Так, как вы думаете. Получается так, что вы думаете, говорите разные вещи. Мысль одна, а говорите вы другое. Потому что вы эту мысль достаточно четко не сформулировали. И теперь другое. Ваша там мысль является для вас очевидная, реальная. Это правильная в вашем понимании мысль. Но вы забываете, что для другого это недоступно. И обыкновенным, типичным, вербальной передачей мысли формы оно не работает. На этом этапе вы не умеете сеять мысль и вербальность, чтобы они были синхронны. Прежде чем у вас выработаются определенные вербальные посылы, вам нужно отработать контроль мыслей. Конкретный пример. Это когда я говорю креветки, а думаю кальмары. Вот примерно так. Почистить кальмары. Я это проговариваю. Мысли у меня одна, а слова у меня другие. Например, говорю пойди там сделай что-то то-то. Но это выглядит как бессмыслица, потому что я не могу перевести те мысли, которые есть. Мысли формы. Я представляю, как оно должно быть. Я понимаю, как оно должно быть. И я пытаюсь это перенести и донести до других. И у нас вступает противоречие того, что мы говорим кому-то. И с тем результатом, который мы хотим видеть. И мы понимаем, что здесь полный диссонанс. И мы не можем передать свои мысли. Мы не можем их перевести. Вот на этом этапе нужно очень четко вот эти вещи, ну не то, что разделить. А понимать, что на данный момент то, что вы говорите, они понимают буквально. Мало того, что, вот представьте этих несчастных людей. Мало того, что вы своей энергетикой как муху вот так вот шлепнули, они расплылись. Они в этой энергетике уже все. Их уже накрыло. Они уже ненормальные. И вы тут начинаете что-то говорить. Они не понимают, что вы от них хотите. Вы злитесь. Ты не то делаешь. Вы начинаете делать, показывать. Они смотрят, так а что ты сразу об этом не сказал. Понимаете? И вот такой вот как бы яролаж. Это определенный этап, определенный момент, который накрывает любого на магическом пути. Любого. Я сейчас уже говорю к вам уже не как к ведьмам, а говорю уже как к магам. Потому что это этап, который вы должны осознавать. Если вы это не осознаете, что вы думаете одно, говорите другое, или не совсем точно доносите свою мысль, то это по сути вы не способны делегировать, вы не способны дать человеку. Вы поймите одну вещь, что ваша энергетика создала определенный суп, и заправить его нужно только мыслю. Вербальность должна ограничиваться простыми вещами, понятными. То есть понимаете в чем дело? Вы на определенном этапе начинаете говорить на языке мага. Люди не понимают этот язык. Это не в плане терминологии, а в плане подачи энергетики. Редактор субтитров А.Семкин